Первый торговый день октября на рынках была отмечена массовая распродажа. Фондовые индексы почти повсеместно падали, а доллар консоредировался вблизи годовых максимумов в ожидании того, что Федеральная резервная система начнет сокращать стимулы с ноября и повысит процентную ставку уже в следующем году. Какие еще события могут укрепить положение доллара? Об этом наше очередное видео на канале ИнстаФорекс ТВ. На новой неделе снова самые важные данные будут публиковаться лишь со вторника. И на старте торговой сессии 5 октября трейдеры будут ждать итогов заседания Резервного банка Австралии, по итогу которого, скорее всего, размер процентной ставки останется прежним. Стоит напомнить, что заседание в сентябре завершилось в довольно пессимистичном настроении монетарных властей. Экономические перспективы видятся довольно слабыми. Это ожидание падения ВВП в третьем квартале и рост уровня безработицы в ближайшие месяцы. Конечно же, при подобных прогнозах очевидно, риторика Центробанка будет мягкой, что ослабит позиции австралийского доллара. И уже вечером покупки доллара, скорее всего, продолжатся. В Соединенных Штатах готовится к публикации отчет от экспертов Института менеджеров по поставкам по индексу деловой активности в непроизводственном секторе за сентябрь месяц. Значение, согласно прогнозам, снизится, но продолжит фиксировать довольно сильный рост. Конечно же, столь активная деятельность может усилить инвестиционную привлекательность американских активов. А в среду, 6 октября, трейдеры будут с особо пристальным вниманием изучать отчет об изменении числа занятых в частном секторе США от экспертов ATP. Данные за сентябрь разочаровали рынок. Вместо прогнозируемого прироста в 613 тысяч был отмечен рост лишь на 374 тысячи. Этот отчет предваряет официальные данные по занятости от Минтруда, что готовится к публикации в эту пятницу. На с первого вида разочаровывающую статистику сегодня смотрят несколько иначе. Так, к примеру, быки по доллару находят повод усилить свои позиции на рынке, говоря, что несмотря на сокращение найма, прирост рабочих мест остается довольно высоким. Поэтому предугадать, как именно отреагируют трейдеры на данную новость, сейчас пока очень трудно. Рекомендуем открывать новые сделки лишь после публикации и с учетом сигналов технического анализа, исходя из реакций крупных игроков.